День добрый, дорогие мои друзья, дорогие мои гости, подписчики, все, кто зашел на канал Галины Радости. Для своих новых друзей скажу, что по четвергам я знакомлю вас, мои дорогие, с творчеством своих любимых писателей. Иногда читаю стихи. Вот так быстро летит время. Прошла ровно неделя с последнего эфира. Сегодня новый четверг. Я выбрала рассказ Татьяны Пахоменко, который называется «Машкины варежки». Многие из вас уже знакомы с творчеством Татьяны. И на мой взгляд, рассказ, который я прочитаю сегодня, не менее интересный, чем другие. Если у вас есть желание, время, присаживайтесь. Мне будет очень приятно, если вы дослушаете рассказ до конца. Оставите свои комментарии, понравилось, не понравилось. Возможно, поделитесь какими-то событиями в своей жизни. Мне очень радостно и приятно читать ваши комментарии. Я уверена, что все они искренние, что все ваши пожелания для меня, для моей семьи идут из самого вашего сердца. Ну что, я начинаю рассказ, ну а вы присаживайтесь. Рассказ Татьяны Пахоменко, Машкины варежки. Архип домой собирался. На улице холодно было, темно уже. Посидеть бы у родни еще. Тепло тут, хорошо. Идти обратно очень далеко. Но дома ждала мама. Нужно было ей картошки унести. Несколько кусочков сахара, вареных яиц и шматок сала. Тетка все собрала, завернула. Тут Машка подбежала, сестренка двоюродная, и протягивает ему варежки, теплые, но старые. И говорит, возьми с собой. Архип сестру потрепал по кудряшкам, рассмеялся. Зачем мне варежки, Машка? У меня свои есть, оставь себе. Девочка нахмурилась и снова ему варежки сует. Тетка руками только развела. Возьми, говорю, надо. Сестра снова взглянула на Архипа своими темными, нездешними в их родне глазами. Они-то все Анисимовы были светлоглазые, да белокурые. А у Машки глаза, как ночь, и волосы такие же. Порой Архип сестренку побаивался. Так она смотрела, словно душу насквозь видела. Однажды отца ее, дядя Игната, на заработки позвали. Деньги в ту пору очень были нужны. Он радостно засобирался. Да Машка не пустила. Встала у дверей и кричит. Не поедешь, папа, нельзя. Мужики, которые за дядей Игнатом заехали, рассмеялись. Сказали, чтобы утихомирил дочку. Доехать надо. А Машка тихо так добавила. Нельзя тебе, папа, ехать. И вы не ездите все. Если ты уедешь, я уйду. Никогда меня не увидишь больше. И зыркнула так своими глазищами. Дядя Игнат дочку обожал. Одна она у них была. Сыновей еще младенчиками не стало. Постоял пять минут, подумал. Потом рукой махнул и остался. Из той поездки никто не вернулся. Потом долго крестилась Машкина мать. Понимала, что дочка беду от отца отвела. Поэтому Архип случай тот вспомнил. Вздохнул и взял Машкины варежки. Пока шел, дороги совсем стало не видно. И тут слышит, слов там плачет кто. Оглянулся девушка, девчонка совсем. Слезы застыли от мороза. Сидит в сугробе. Архип к ней бросился. Поднял, отряхнул, посмотрел. А у нее ручки красные совсем. Потрогал, ледяные. Я пальцев не чувствую. Варежки потеряла. И идти дальше не могу, прошептала девушка. Архип выудил из-за пазухи Машкины варежки. Надел на нее. За руку взял. Да решительно потопал домой. К матери. По дороге пытался разговаривать. Чтобы подбодрить. Только она его почти не слышала. Плелась кое-как. До дома дошли. Мать все суетилась вокруг. Незнакомку спать уложили. Руки-то чай обморозила. Простые ее без варежек нашел. Качала головой мать. Горячего молока влили. Да на печке спать устроили. Только варежки она снять не дала. Так и уснула в них. Утром Архип проснулся. А девушка. А девушка уже с матерью чаевничает. Сидит. Улыбается. Сахар грызет. Варежки рядом лежат. Он с тревогой на ее руки глянул. Белые. Кожа нежная. Пальчики тонкие. Вчера так руки жгло. А сегодня словно и не было ничего. А то я так испугалась. Улыбнулась девушка. Она в их местах к тетке приехала. Аленой звали. С тех пор стал Архип с Аленой дружить. И поженились они вскоре. А в тот день первым делом обратно пошли. Как погода наладилась. К Машке. Сказать спасибо за варежки. Вот такой случай произошел с Архипом. Иногда случается то, что мы совсем-совсем не ожидаем. Дорогие мои, я вас всех обнимаю. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в Экфире. До следующего четверга. С вами был канал Галины Радости. И я ваша Галина.